Слушайте, вот этот ваш закон меня безумно огорчил. Я вам сейчас даже объясню почему. Вот берем физику. Сила, действующая на тело, прямо пропорциональная массе этого тела и ускорение, которое придается, и так далее. F равно MA. Нормальный физический закон. А вы мне что рассказываете? А вы мне рассказываете про любовь, толкаете какую-то пропаганду чистой воды, проповедь, грубо говоря, и ни одной формулы. В каких единицах и что вы меряете в своей так называемой науке? Я не понимаю. Я вам объясню. Я вам объясню. Дело в том, что в физике вы изучаете всю природу на неживом, растительном и животном уровне. На этих уровнях мы можем, относительно можем почувствовать природу, и то нет. Мы видим, насколько мы влезаем в атом, подходим к этим кваркам, и в итоге ничего не понимаем, что там происходит. Материя теряется. Мы пытаемся понять что-то с растениями, и тот же даже фотосиндез, он для нас загадка. А в животном мире так мы вообще не понимаем, как устроен наш организм и вообще что с ним происходит. Где его там всевозможные системы информационные, как наш мозг, а в этом вообще говорить нечего. Это сложнейшие системы. Но их мы еще как-то можем понять, потому что мы находимся над неживой, над растительной и над животной природой. Мы человек. У нас осознание выше, чем у животного слоя природы. Поэтому сверху вниз мы можем их изучать. Но мы не изучаем себя, мы не знаем себя. Мы не знаем, кто мы такие абсолютно. Потому что если я изучаю свое тело, даже насколько бы я его не знал, я изучаю животное в себе. Оно животное. А себя тут именно нет. Так вы говорите, это наука, которая... Есть такая наука психологии. Секундочку. Вы говорите, так это наука, которая изучает эту внутреннюю суть человека, до чего она стоит? Она-то является самой главной. Без нее мы не будем счастливы. А чего нам еще надо? Что толку нам знать этот закон Ньютона или еще какой-то закон, если мы его применяем себе во вред? Нам надо знать, как мы применим его, чтобы нам было хорошо.